всем привет в сегодняшнем видео я покажу вам как вязать вот такой вот ажурный узор вяжется он очень просто и связать его сможет даже новичок данным узором был связан вот такой вот платок с добавлением рассказовского кодева пуха который я показывал в прошлом видео вот он получился вот такой пушистый и на мой взгляд данный узор смотрится здесь очень выигрышно платок был связан с пиццами номер шесть то есть можете видеть как выглядит данный узор на вот такой пряжи и спицами номер шесть также я уже начала вязать следующий платок тоже пушистой пряжей вот так он выглядит пряжи с переходами постараюсь показать такой платок переходами прежде чем начать видео я бы хотела поблагодарить всех кто посмотрел и прокомментировал мои прошлые видео я вам очень благодарна я честно говоря не ожидала что мои изделия могут кого-то заинтересовать и что что мое вязание вообще может быть кому-то интересным я вам очень благодарна никогда не получал столько комплиментов это очень мотивирует и вдохновляет большое вам спасибо для вас я связала несколько образцов чтобы вы наглядно могли видеть как выглядит данный узор на разных видах пряжи забыла сказать что я не претендую на авторство данный узор я увидела уже очень давно на просторах интернета честно говоря я даже не помню кто был автор узор мне очень понравился и я его запомнила схемы у меня нет вижу я его по памяти и просто сказать что я не претендую на авторство данный узор был свободного доступе в интернете и я его просто запомнила и всегда я вижу вяжется он очень просто вот так вот выглядит узор на стопроцентном хлопке это стопроцентный хлопок связанный спицами номер четыре здесь в 50 грамм 125 метров вот здесь рекомендуемая спица два с половиной до трех с половиной но вижу я туго и я вязала на спицами номер четыре на мой взгляд они сюда подошли очень хорошо вот такой образец связан из полухлопка он уже более объемный связан спицами номер четыре с половиной вот так выглядит узор и здесь 50 грамм 145 метров 50 процентов хлопка 50 полиакрил вот стоит рекомендуем спица четырех с половиной до пяти с половиной данный узор связан спицами номер четыре с половиной и вот такой вот образец связанный из стопроцентного лиацела вот он 100 граммах 330 метров связанным спицами номер три с половиной данной пряжи я хотел показать как рисунок будет выглядеть на вот такой вот сатиновой пряжи она имеет легкий блеск как шелк или как вискоза вот такой он блестящий очень мягкий и воздушный и на на моем платке вы уже видели он вот так вот выглядит очень мягкий пушистый и вот так вот выглядит на вот такой вот пряжи она тоже очень пушистая эту пряжу мне подарили вот это вот такая пряжа мне кажется вы с ней все знакомые я с ней познакомилась не так давно есть не никогда не вязала в 100 граммах 500 метров 75 процентов акрил 20 шерсть и 5 процентов металлик вот как выглядит данный узор вот с таким вот легким металликом вот ну давайте перейдем к узору вязать я буду спицами номер пять это спицы от нет про майндфл носочные спицы вот у меня набор на него я делал обзор если вам интересно можете найти видео на канале вязать я буду вот такой вот пряжей это софт альпака здесь 60 процентов поля акрил 20 процентов альпаки 20 процентов шерсти в 50 грамм 125 метров и рекомендуем спицы номер четыре но нитка здесь очень толстая и мне у меня на четверке полотно будет очень , вот здесь я ее купила в магазине вот такого красивого горчичного цвета раппорт узора составляет 4 петли и 4 ряда в высоту то есть вам нужно будет набрать количество петель равное 4 я буду набирать 22 петли 16 петель на узор и я всегда вижу вот такую небольшую планку потому что узор состоит в основном из лицевых петель и края иначе будут закручиваться чтобы это предотвратить я всегда вижу планку то есть я наберу для образца 22 петли то есть 16 петель на узор и 6 петель на планку то есть давайте я наберу и потом к вам подсоединюсь ну вот я набрала 22 петли и провязала парочку рядов платочной вязкой для более устойчивого плотна и я рекомендую вам провязать также пару рядов лицевой гладью потому что первый рапорт первый рапорт он будет уже с накидом как я уже сказала первые три петли у меня я оставляю на планку первые три и три посредние у меня будет планка то есть первую петлю я снимаю 1 2 и начинается раппорт узора делаем накид следующую петлю снимаем не провязывая провязываем три следующей петли 1 2 3 и вот эту снятую петлю мы протягиваем перед вот этими тремя вот вот это весь раппорт узора опять повторяем накид снимаем петлю не провязывая 3 лицевые петли 1 2 3 и нашу снятую петлю мы протягиваем петлю мы протягиваем перед вот этими тремя вот опять накид петлю снимаем не провязывая 3 лицевые петли 1 2 3 и нашу не провязанную петлю мы протягиваем перед вот этими тремя вот и у меня идет планка то есть я его довязать платочной вязкой 2 и кромочная второй ряд у меня вот эти три петли планки то есть раз два три и второй ряд это просто изнаночные петли вяжем все изнаночными петлями накиды тоже и у меня идет три петли планки это платочная вязкой их вижу лицевыми вот третий ряд кромочную я снимаю не провязывая у меня три петли планки 1 2 вот и третий ряд это просто лицевые петли и вяжем так далее до конца ряда и у меня три петли это платочная вязка четвертый ряд вяжем все изнаночными первые три петли у меня планки поэтому я их вижу платочной вязкой 2 3 и все вяжем остальное изнаночными петлями и три петли у меня планки вот и весь наш узор вот он начинает вырисовываться следующий ряд повторяем все с первого ряда то есть в данном узоре вяжется все очень легко 4 петли раппорта и 4 ряда высоту то есть я буду повторять все с первого ряда давайте провяжем вместе то есть меня 3 петли планки 1 2 3 делаю накид петлю снимаю не провязывая 3 лицевые петли 1 2 3 и вот эту снятую петлю я перетягиваю перед всеми тремя вот и опять накид петлю снимаем не провязываю 3 лицевые петли 2 3 и наше снятой петлю протягиваем перед всеми тремя вот опять накид петлю снимаем не провязывая 3 лицевые петли 1 2 три и снятую петлю протягиваем перед всеми тремя опять накид снимаем не провязывая раз два три лицевые и снятую петлю мы протягиваем перед всеми тремя вот так и у меня идет планка вот второй ряд все изнаночными у меня идет планка три и все петли изнаночными и накиды тоже вот у меня идет три петли планки три третий ряд весь все петли лицевые петлю я снимаю не провязываю раз два три и все петли лицевыми вот четвертый ряд все петли изнаночные у меня первые три петли планки раз все изнаночными три петли планки вот наш узор начинает проглядываться вот так вот так выглядит узор я свяжу еще пару рапортов и покажу вам как выглядит в более большом варианте ну вот я провязала еще два раппорта вверх и вот такой вот рисунок у меня получился вот так он выглядит преимущество данного узора в том что вам не нужно смотреть на схему раппорт всегда повторяется и здесь только лицевые петли и накида и все данный узор на мой взгляд смотрится лучше на вот такой пушистый пряжи потому что вот этот пушок заполняет вот эти дырочки и узор выглядит очень нежно вот так ну что ж надеюсь мой мастер-класс вам по вам понравился если понравился ставьте лайк пишите в комментариях свое мнение по поводу данного узора и также подписывайтесь на канал ну что ж всем спасибо и пока